Привет друзья, с вами Сантей, продолжаем мы рубиться во вторую готику. В этом видосе я начну выполнять длинный квест артефакты древности. Также я расскажу как получить и как выполнить квест дар безумца. После убийства ворона из-за получения когтя Белиара, 323 видос, ссылка появится сверху. Иду к дракону Аштару в храм Аштара, показать ему коготь. Есть три способа как поступить с когтем Белиара. Посмотри на коготь. Я так и знал. Темный кристалл душ тускл. И я не ощущаю в нем магической энергии. А это может означать только одно. Синьяк освободился. Синьяк, конечно, не успел восстановить свои силы после пребывания в заточении. Но он все равно очень опасен. Как можно уничтожить Синьяка? Поскольку обычным оружием его не победить, существует только два способа, как это можно сделать. Способ первый. С помощью стихий, истинных творцов этого мира. К сожалению, я не знаю место их расположения. Но боюсь, тебе придется полазить по всяким склепам, пещерам и подземельям. А когда ты их найдешь, возвращайся ко мне. Я буду ждать тебя здесь. Хорошо, Аштар. Я отправляюсь. Ты сказал, что знаешь два способа уничтожить Синьяка. Да. Есть еще один. Второй способ заключается в том, чтобы пленить его душу таким же образом, как это было сделано когда-то. Интересно. И как можно пленить душу Синьяка? Для того, чтобы пленить демона, тебе понадобится одно очень древнее заклинание. Оно называется Мора-Уларту. На языке древних это означает «темница душ». Ты должен будешь наложить его на Синьяка, а после этого лишить его физической ополочки. Проще говоря, убить. А заклинание, в свою очередь, не даст ускользнуть душе после смерти. Хорошо, я все понял. Но скажи, где мне искать это заклинание, о котором ты говорил? Я ничего не знаю про это. Мора-Уларту – дар темного бога. Возможно, тот, кто владеет магией тьмы, и знает что-то об этом. Хм. Думаю, я знаю одного из тех, кто ей владеет. Третий способ – это отдать коготь Белиара Аштару, чтобы он его уничтожил. Но этого, я вам скажу, лучше не делать. Дальше иду к Сардасу расспросить его про Мора-Уртралу. Я... Тебе что-нибудь говорят слова Мора-Уларту? А сколько мне известно, Мора-Уларту – очень древнее могущественное заклинание. Его иногда также называют темницей душ. Мора-Уларту – не просто заклинание. Это дар Белиара тому, кто, по его мнению, достоин владеть этим сокровенным знанием. И не думаю, что он посчитает тебя тем достойным. Существует один очень могущественный артефакт – Амулет Трирамар. Я точно не знаю, кто был его создателем, но предполагаю, что это был сам Белиар. Иначе как объяснить, что со времени своего создания и до последнего момента артефакт находился в одном из храмов, посвященных темному богу. Правда, сейчас ситуация несколько изменилась. Где-то полвека назад паладины разрушили этот храм. Они не оставили без внимания и сам артефакт. Не в силах его уничтожить. Они надежно сокрыли его от посторонних глаз. А где паладины хранят этот артефакт? Они спрятали его где-то на острове, как я полагаю. Но вряд ли он хранится в городе или в монастыре. Скорее всего, это место надежно сокрыто от посторонних глаз. И попасть туда практически невозможно. Чтобы получить Мора Уртралу, я должен добыть для темного бога древний артефакт – Амулет Трирамар. В данный момент Трирамар находится где-то у паладинов. Где именно, мне и нужно выяснить. После диалога с Ксардасом за казармами паладинов, появится паладин Мельхиор. Именно у него и можно добыть нужную мне информацию. Эй! Что ты тут делаешь? Что? Я? Не твоего ума дело. Какого черта тебе от меня надо? Иди отсюда, вы куда шел. Ну? Что уставился? Давай проваливай. Эй! А разве ты не должен быть на посту? Опять ты! Ты действуешь мне на нервы! Проваливай к Беллеру и не мешай мне здесь пить! Или я тебя сам отучу от таких вещей! Понял? Эй, ты! Да ты пьян, как сапожник. Интересно, что на это скажет Лорд Хаген? Что? Ты еще будешь мне угрожать? Да плевал я на мнение всяких там Хагенов с высокой колокольни. А вот ты, кретин, меня не послушал. Так что сейчас я тебе покажу, как со мной связываться. Дальше даю Мельхиору люлей. Только еще попробуй. Хорошо, ты победил. Чего ты хочешь? Ты не достоин быть паладином. Своим поведением ты позоришь весь Орден. Думаю, мне все-таки стоит поговорить с Лордом Хагеном. Что? Нет, не надо. Прошу тебя, не делай этого, только не это. И почему же я не должен этого делать? Ты не представляешь, каково это быть изгнанным из Ордена. После этого моя жизнь станет просто невыносимой. Все кругом начнут презирать меня. Это лишь только малая часть тех бедствий, которые меня ожидают. Если хочешь, я даже могу дать тебе денег. Много денег. Спрашиваю за информацию. Мне нужна информация. Конечно. И что ты хочешь знать? Меня интересует судьба одного амулета. Насколько мне известно, последнее время он находился у паладинов. Амулет называется Триромар. Ты что-нибудь слышал о такой вещице? Эх, я знаю, что этот амулет хранят на острове Тлу. Это островок на юге материка, точнее не могу сказать. Ладно, скажи, как туда можно добраться, на этот остров? Я случайно подслушал, как Лорд Хаген заказывал магам из монастыря нащупать портал на Этлу. Знаю, что у них получилось. И знаю, что... Ключ к порталу хранится у самого Хагена. Дальше иду к Лорду Хагену и насовываю у него ключ. Важно, в некоторых версиях Готики, ключ можно купить у садовника, который тусит за домом. Дальше снова иду к Сардасу, рассказать, что я выяснил, где находится амулет, и что я добыл ключ от портала. Я... Я узнал, где паладины прячут амулет Трирамор. И где же? На острове Этлу. Здесь, в Хоринисе, есть магический портал, который прямиком ведет на этот остров. Да, ха-ха, ирония судьбы. Тогда тебе осталось только найти этот портал. Но, как я уже говорил, паладины на острове не обрадуются твоему визиту. Паладины будут стоять насмерть, защищая этот артефакт. И не смей надевать этот амулет. У тебя просто не хватит сил сопротивляться его мощи. И еще один вопрос. И какой же? Неужели нет другого способа заполучить у паладинов этот амулет? Как я уже сказал, мне это неведомо. Однако, на твоем месте, я бы попробовал попросить помощи у самого хозяина амулета. Ты имеешь в виду Белиара? Именно. Обратись к нему с молитвой, и, возможно, у тебя появится шанс. Я попробую. Значит, смотрите. Можно сразу ломиться на остров Элту за амулетом. А можно попросить помощи у Белиара. И попутно выполнить еще один интересный квест, за который будет классная награда. Важно, после взятия квеста артефакты древности, при молитве у алтаря Белиара, будет постоянно появляться демон. Требовать, чтобы вы отдали коготь и агриться на вас. Поэтому перед молитвой, коготь Белиара лучше скинуть на землю. Чтобы выкинуть предмет, нажмите правый контрол. Хозяин знает о твоих намерениях завладеть амулетом, что так рьяно хранят паладины Инноса. И готов тебе подсказать путь, способный вернуть этот утраченный артефакт. Слушай меня внимательно, смертный. Много веков назад, мой господин избрал себе слугу среди смертных. Даруя ему способность принимать облик любого человека, выбранного им по своему желанию. Его звали Фелангор. Хозяин возжелал, чтобы его избранник запятнал доброе имя паладинов и магов огня, творя ужасные злодеяния в их обличии. Но, как и все смертные, тот не справился со столь чудесным даром. Его разум оказался слишком слаб, чтобы совладать здорованной ему силой. Совсем обезумев, этот ничтожный червь забыл свое истинное предназначение и перестал служить темному богу. С тех пор он блуждает по миру, принимая обличия разных людей. А моя роль в этом какая? А разве ты еще не понял? Будь ты на месте того безумца, то мог бы легко обмануть паладинов, охраняющих амулет Трирамар, затуманив их взор. Правда, для этого тебе бы пришлось найти человека, которому они доверяют. Но наверняка для тебя это не станет большой проблемой. То есть ты хочешь сказать, что Белиар тоже может даровать мне способность менять свой облик? Он позволит тебе один раз воспользоваться его даром. И естественно, только после того, как ты окажешь ему одну небольшую услугу. Ты согласен? Да. Что же, тогда для начала... Вот, возьми эту вещь. Это магический амулет? Да, именно так. Правда, сейчас, как ты видишь, в нем нет и намека на его магические свойства. Тебе следует найти того безумца, который когда-то поклялся в верности моему хозяину. Найти и убить его. Судя по тому, что ты рассказал, этот человек может быть кем угодно. Просто произнеси слова. Зигус дал мне задание. Найти и убить предателя Филангора, который поклялся служить темному богу и нарушил обещание. По словам Зигуса, Филангор может быть где угодно и в каком угодно обличье. Чтобы разоблачить Филангора, мне нужно перед разговором надеть амулет, полученный от Зигуса, и во время диалога произнести заклинание. При первой встрече Филангор будет в облике Филана. Он будет стоять недалеко от таверны Мёртвая Гарпия в сгоревшем доме. Эй ты! Что ты здесь делаешь? Не мешай мне. Не видишь, я пытаюсь починить эту сгоревшую хибару. Я решил поселиться в ней. Хоринис мне чертовски надоел, а тут всё так красиво, тихо и спокойно. А ты не боишься, что тебя здесь съедят волки? Хватит! Оставь меня в покое. Эй ты! Ты вправду хочешь тут остаться? Конечно! Разве ты ещё не заметил, как здесь красиво? Но что может быть красивого в куче обгорелых деревяшек? Ты просто глупец, если этого не понимаешь. Это самое прекрасное место, которое я когда-либо встречал. Эй ты! Постой! Тут ещё одно дело. Опять ты? Что тебе от меня нужно? Просто я думаю, что ты именно тот человек, которого я ищу. Ну что опять? Произношу заклинание. Арх Белиар Номен Сагдагар Хар! Что ты наделал, жалкий человек? Ты раскрыл мою тайну. Вот. Взгляни на этот амулет и испытай его силу. О нет. Этого не может быть. Как ты посмел явиться с ним ко мне? Я здесь по приказу твоего хозяина, который хочет забрать у тебя то, что принадлежит ему. Ах, глупец. У тебя всё равно ничего не выйдет. Магия амулета сильна, но она не способна уничтожить меня до конца. Я уже чувствую, что его сила немного ослабла. И теперь мне никто не помешает вновь скрыться от гнева тёмного бога. Второй облик Филангора. Елена. Её будет найти посложнее. На форуме есть карта, где и в какое время будет стоять Елена. Если что, то поставьте видос на паузу и зафоткайте на телефон. Так, сейчас 7.30 утра, так что Елена будет в восточном лесу, где-то недалеко от пещеры бандитов. Как ты тут оказалась? Я просто решила прогуляться по лесу. Прогуляться? Одна и в такой глуши? Разве это глушь? Посмотри вокруг, как здесь красиво. Хм, мне кажется это немного странным. О чём это ты? Арх Белиар Номенс Акдагар Хар. Аааа, тебе всё-таки удалось найти меня, человек. Тебе не укрыться от меня, Филангор. Подчинись воле амулета и верни то, что тебе не принадлежит. Это только мой дар, и я никому его не отдам. Даже самому Белиару. Ха-ха-ха-ха, магия амулета вновь не смогла убить меня. Я скроюсь во мраке, и ты больше никогда не сможешь меня отыскать. Последний, третий облик, в который будет превращаться Филангор, это облик торговца Руперта. Он тоже будет стоять в определенных местах в определенное время. Вот карта. Я... Эй, приятель, что ты тут делаешь? Как что, торгую? Поэтому не отвлекай меня. Сейчас уже с минуты на минуту придут новые покупатели. Торгуешь здесь? Один посреди леса, который полон монстров? Ха-ха. А где же все твои товары? Эм... Я оставил все в городе на тот случай, если на меня вдруг нападут бандиты. Что ты на меня так смотришь? Архбелиар Номенс Агдагар Хар. Мне не скрыться от тебя, человек. Ты опять выследил меня. На этот раз хватит. Тебе не уйти. Лучше приготовься умереть. Постой. Прошу. Пощади меня. И моя благодарность не будет знать равных. А что ты можешь предложить? То, что дарует тебе огромную силу и могущество. А владеть этим или нет, это уже решать тебе. Я бы крайне рекомендовал выбрать могущественный подарок. Ну хорошо. Я согласен. Благодарю тебя, человек. И в качестве доказательства моих слов. Вот. Прими это кольцо. Кольцо? Кольцо? И всего лишь? Подобное ему ты вряд ли сможешь отыскать в этом мире. Надень его, и ты поймешь, что я говорю истинную правду. А теперь прощай. Филангор дал мне классное кольцо, дающее плюс 15 к силе и 15 к ловкости. Дальше при любом раскладе иду к Зигусу и закрываю квест. Я... Я не смог выполнить твое поручение. Можешь ничего не рассказывать. Я и так уже знаю об этом. Теперь ты можешь не рассчитывать на помощь со стороны моего господина. Прощай, смертный. Мы не свидимся более. Если вы все-таки убили Филангора, то Зигус оставит вам амулет, в котором будет одно превращение. Но как я уже говорил, лучше выбрать кольцо. Потому что сейчас в игре валом зелий черного тумана, и это превращение из амулета просто не нужно. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Квест артефакты древности я продолжу выполнять в одном из следующих видосов. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании находится ссылка на плейлист. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.